Замор рыбы на озере протяжном комиссии из Министерства экологии и природных ресурсов региона посетила городской водоем. Улетный Папа-2019 в молодежном центре прошел семейный конкурс. Команда «Импульс» обладатель Кубка Орфяц в НИЭФ по хоккею. Аналоговое телевидение, существующее в нашей стране с советских времен, работает по принципу, когда один канал занимает одну частоту. При цифровом вещании на одной частоте может передаваться целый пакет каналов – мультиплекс. О готовящемся переходе на цифровое вещание говорили уже несколько лет. Час икс, когда в Сарове отключат федеральные каналы в аналоге, наступит уже 3 июня. Однако многие не понимают, что именно при этом произойдет. Вот сегодня я даже была в квартире, да, там 84 года. Люди не понимают вообще, о чем идет речь. Вот когда отключат 3-го числа, тогда и будет. Сколько мне тут жить осталось, не надо мне ничего, я его досмотрю. Вот ответ одинаковый. Большинство домов в Сарове подключены к кабельному телевидению. То есть сигнал жители получают в основном не с антенны, а с кабеля. Из домов, подключенных к кабелю, подавляющее большинство, а именно 681 дом, обслуживаются ТКС. В сети этого оператора остаются все телеканалы, которые присутствуют сегодня. В пакет ТКС входит и канал 16. То есть они остаются и в цифре, которая давным-давно запущена, и они остаются в аналоге. Поэтому беспокоиться в принципе нечего. Если человек находится на сетях ТКС, соответственно, все останется так, как и есть. Зачастую люди, особенно старшего возраста, не знают, в какой сети они подключены. По всем вопросам горожане могут обращаться по телефону ТКС 99999. Технические специалисты канала 16 также готовы оказать помощь и дать консультацию по номеру 37 317. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Даже далеким от строительства людям было понятно, что уложенные в декабре на мерзлую землю покрытие новой детской площадки в парке Зернова весной придется переделывать. Местная жительница Ирина своими глазами наблюдала за ходом работ из окна своей квартиры. Увидев результат, она обратилась в администрацию города, подробно описав, какие недостатки на детской площадке всплыли весной. Вот эта мягкая площадка для деток, я считаю, она должна быть ровной. Смотрю, чтобы ребенок не оступился, не подвернул ногу. Плитка вся вздыбилась, бордюры, они не вровень, очень много гальки. В общем, впечатления после зимы самые наихудшие. Еще в декабре прошлого года на одном из комитетов депутаты высказали опасения, как скажется строительство при минусовых температурах на качестве и долговечности площадки. Наш руководитель департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кашпаев заверил собравшихся, что основные работы были проведены до наступления холодов и в соответствии со всеми регламентами. Сейчас основные работы это установка мапп, потому что там посадка этих растений, устройство дорожно-тропиночной сети, они были завершены в основе своей до, еще до снега, до холодов. Там на площадках будет покрытие гравий, да, то есть, ну, снег почистит, гравий рассыпет, ничего не препятствует. Все фундаменты для установки мапп тоже были залиты еще до снега, до холодов. Однако сегодня мы имеем то, что имеем. Если бы монтаж новой детской площадки завершился, как и положено, к середине сентября 2018 года, то, скорее всего, переделывать что-либо этой весной необходимости не было. По словам Валерия Чухманова, начальника управления капитального строительства, к такому развитию событий они были готовы. И меры к устранению всех недостатков будут приняты уже в ближайшее время. У подрядчика есть гарантийное обязательство. И здесь, я думаю, что мы в течение где-то, ну, три недели, наверное, должны все поправить. То есть мы полностью будем перекладывать вот эту площадку, резиновые покрытия. И где-то по брусчатке есть уже места, где есть просевшие вот эти участки. Все будет поправлено. По словам представителя УКСА, гарантийное обязательство подрядчик будет исполнять еще в течение пяти лет. Однако уже сегодня возникает множество вопросов. В частности, как принималась в эксплуатацию детская площадка, пользоваться которой сегодня можно только на свой страх и риск. Представители Федерации рыболовного спорта пришли на протяжку не порыбачить. Вместо удочек в руках у мужчин черные полиэтиленовые мешки. В них они собирают мертвую рыбу, выброшенную на берег озера. Причина гибели рыбы, по мнению опытных рыбаков, тесно связана с тем, что это весной протяжка заметно обмелела. Когда были зимой, лед бурили, смотрели, в общем, лед порядка 80 сантиметров, под ним сантиметров 10-15 воды, в которой гниет водоросли. Собственно, как любой процесс гниения, из воды выбирается весь кислород, и рыбе нечем дышать, соответственно, она погибает. Массовую гибель рыбы в водоеме называют замором. Он происходит из-за недостатка или полного отсутствия растворенного води кислорода. Течением на берега водоема принесло несколько десятков килограммов рыбы. Это зеркальный карп, крупные щуки, окуни и мелкие виды обитателей озера. Скорее всего, довольно много рыбы было придавлено льдом. То есть, в момент, когда лед начинает таять, он становится более тяжелый и опускается. То есть, бывает так, что рыбу давит. Как рассказывают представители Саровского клуба подводной охоты Тритон, на дне протяжки лежит в основном мелкая рыба. С очками они достают мертвых окуней вместе с большим количеством мусора. Водоем загрязняется, люди летом здесь купаются. Ну и чтобы водоем был чистый, стараемся очистить его от погибшей рыбы. По словам рыбаков, замор рыбы в Саровских водоемах – явление редкое. Для того, чтобы установить официальные причины, на озере работала комиссия из представителей Министерства экологии, природных ресурсов региона и сотрудников городской администрации. Министерство экологии направили запросы свои в Ветнадзор и Рыбнадзор, для того, чтобы они по своим ведомствам уже тоже проверяли данную ситуацию. Ветнадзор, я знаю, что тоже берет пробы воды, берет пробы рыбу. Все водные объекты находятся в государственном реестре в ведении Министерства экологии и природных ресурсов. Город, в свою очередь, отвечает за содержание гидротехнических сооружений и уровень воды. Искусственного уровня понижения воды не было. Питание данного озера идет из ручьев, которые находятся на территории Мордорского государственного заповедника. Как вы прекрасно знаете, в данный пруд нет никаких источников промышленного сброса. Официальные причины ситуации появятся только после получения результатов экспертиз. В соответствии с ними будут предприняты необходимые меры. Канал 16 будет следить за развитием событий. Любое, даже самое минимальное возгорание в лесном массиве может привести к печальным последствиям. Сухая трава и ветки воспламеняются в считанные минуты. Именно поэтому после того, как с территории лесопарковых зон полностью сходят талые воды, устанавливается особый противопожарный режим. Жителям рекомендую все-таки воздержаться от разведения костров, проведения каких-либо пожароопасных работ, запускания всевозможных каких-то летательных аппаратов, связанных с огнем. Лесные пожары бывают двух типов. Низовые, когда загорается сухая трава и подлесок. Небольшие кустарники и маленькие деревья. Справиться с таким пожаром значительно проще, чем с верховым. Последний опасен своим распространением на соседние кроны сухих или хвойных деревьев. Их раздувает очень сильный ветер. Они бывают в ветреную погоду. И, соответственно, в четвертый, опять же, и пятый класс пожарной опасности, который устанавливают в лесах. Полный запрет на посещение лесов наступит, если спасатели установят четвертый или пятый класс пожарной опасности. Несмотря на то, что до знойных засушливых летних дней еще далеко рекомендуется не бросать в лесу или на обочине дорог окурки. И помнить о правилах пожарной безопасности, находясь на дачных участках. А именно убирать от сухой травы, валежника. И все это делать в весенне-летний период до наступления сухой жаркой погоды. В период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил посещения лесов увеличиваются вдвое. Административная ответственность варьируется от двух до четырех тысяч рублей. Наталья Шикина давно следила за этой акцией и хотела сама написать тотальный диктант. Наконец в этом году ей это удалось. Прийти на акцию Наталью смотивировала старшая дочь. Однажды в беседе не так давно я начала ее спрашивать, почему там у тебя, допустим, четверка по математике, давай подтянемся как-то. На что мне она ответила, что мама, мы русские люди, и главный предмет для меня лично – это русский язык. У меня, допустим, вчера была пятерка за домашнюю работу, а ты хорошо знаешь русский язык. Больше всего затруднений у Натальи вызвала пунктуация. С точки зрения орфографии, как считает женщина, текст Павла Басинского «Критический анализ пьесы Максима Горького на дне» был достаточно простой. Ну, допустим, прямая речь, я вспомнила, как это оформляется, правильно пишется, я уверена, что написала правильно, а вот двоеточие там и террит нужно все-таки повторить. Традиционно на роль диктующих текст организаторы приглашают не только учителей русского языка, но и известных в городе людей. Руководитель пресс-службы городской думы Ольга Щеголихина второй раз приняла на себя эту почетную обязанность. Я считаю, что эти акции нужны, они именно стимулируют человека к познанию, они стимулируют человека быть неинертным, быть энергичным именно в образовательном процессе. Как считает Ольга Щеголихина, даже бывшим троечникам не нужно бояться присоединиться к этой акции в следующий раз. А те, кто попробовал свои силы уже в этом году, узнают свои результаты после 17 апреля. От психологической подготовки и способов снятия эмоционального напряжения до правил оформления и исправления ошибок. Буквально через полтора месяца выпускникам предстоит написать единый государственный экзамен. О том, как избежать чрезмерного волнения и досадных ошибок, ребятам рассказали учителя, выступающие в роли экспертов ЕГЭ и педагоги-психологи. Я всем желаю вам удачи на ЕГЭ, я желаю вам верить в себя. И самое главное, я желаю, чтобы вы понимали, что если вдруг что-то произойдет не так, это точно не конец света, и впереди перед вами в любом случае все дороги, и вы найдете способ для их достижения. Акция «Стубалов для победы» стартовала пять лет назад по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Традиционно к ней привлекают выпускников прошлых лет, которые показали успешные результаты на ЕГЭ. Сверстники делятся с одиннадцатиклассниками секретами успеха и дают напутственные слова, перед тем как те сядут за парту и получат задание единого госэкзамена. Нужно хорошо спать. Это самое главное – нормально отдыхать, гулять, дышать свежим воздухом, и тогда волнение уйдет. Ну и обязательно готовиться, чтобы быть уверенным в себе. Еще одна выпускница третьего лицея Настя Михеева, как и другие одиннадцатиклассники, старается уделять как можно больше времени дополнительным занятиям. Настя готовится написать ЕГЭ по математике, русскому языку и информатике. Выпускница считает, что единый госэкзамен – это не повод для паники, а возможность показать все то, чему научился за 11 лет. Мне кажется, главное тут – это спланировать свое время, чтобы оставалось время как на учебу, так и на отдых, потому что загонять себя перед экзаменом – это тоже, я считаю, неправильно. ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. Основной начнется 27 мая и продлится до 1 июля. Должность обязывает Ефрейтору Стулову всегда быть в гуще событий родной дивизии. Елена фотографирует все мероприятия, в которых принимают участие сотрудники Росгвардии на территории воинской части и за ее пределами. Затем отснятый материал она отправляет в Приволжский округ для размещения на сайте или в газете. Я фотографирую везде, всюду, целыми днями. В череде рабочих будней находится время и для творчества. Иногда кадры получаются особенными, с неповторимой атмосферой, в которых виден характер персонажей. Елена считает, что фотоконкурсы – это отличная возможность продемонстрировать свои творческие способности и показать жизнь сотрудников Росгвардии с различных сторон. Коллеги с пониманием относятся к ее работе и готовы в любой момент встать перед объективом. Хотя у меня как бы должность небольшая, но и звание. Но когда им говорит фотограф, что надо встать так, 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 и они выполняют. Фотоконкурс в объективе Росгвардии проводится второй раз. Количество номинаций представляет авторам простор для реализации творческих способностей. Кроме традиционных категорий портрета и пейзажа, участникам предлагается показать спортивное и патриотическое направление, а также увидеть в работе военных курьезные моменты. Жители города приглашают принять участие в номинации «Росгвардия глазами общества» и сфотографировать сотрудников на различных городских мероприятиях. Будет кто-то из наших военнослужащих принимает участие в проведении какой-то беседы в школе. Также наши военнослужащие будут принимать участие в параде, который будет проходить 9 мая на центральной площади города Саров. Работы нужно присылать на электронный адрес Саровской дивизии. Следует указать фамилию, имя, отчество и свои контакты. Все вопросы можно задать по телефону 5-2808. Познакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте Росгвардии. Среди награжденных благодарственным письмом Департамента культуры Артем Жуков. Он присоединился к труппе театра чуть более трех лет назад и быстро стал одним из самых востребованных актеров. Больше всего Артем любит играть в постановках для самых маленьких зрителей. Если мы берем какой-то драматический репертуар, то мы можем обратиться к самому себе, внутренней состоянии души и как-то к этому подойти, к этому моменту. А в сказке это порой бывает фантазией. В это нужно верить и отдаваться, как я сказал, на 200%. И при этом, если ты играешь как гнома, нужно верить, что гномы существуют. Поздравляя коллектив театра с юбилеем, Александр Тихонов вспомнил тех, кто стоял у истоков создания нашего театра, порассуждал о настоящем и попробовал заглянуть в будущее. В будущее понятно, что много молодежи, много опытных актеров. И в этом смысле, я думаю, что будущее нашего театра прекрасно. Поэтому еще раз большое спасибо, большая благодарность за тот труд, который вы на благо всех наших жителей производите. Сегодня ни в одном российском городе, схожем по числу жителей с Саровым, нет театра с таким количеством выпускаемых за сезон спектаклей. Над современными и классическими постановками трудятся профессиональные режиссеры, актеры, художники и работники цехов. Это огромная удача, что отцы-основатели, работая над самым страшным оружием современности, приняли решение на самых начальных этапах создания объекта, что нужен городу театр. Что люди, занимающиеся сложным интеллектуальным трудом, должны заряжаться эмоциями и должны о смыслах думать всегда, о смыслах хорошего, о смыслах жизни. Центральным торжественным событием, приуроченным к юбилею театра, станет праздничный вечер 19 апреля. Они ходят с детьми в походы, учат кататься на коньках и велосипеде и знают ответы практически на все вопросы. Отец – это не только глава семьи, это лучший друг, защитник и наставник для своих детей. Все, что знают и умеют, царовские папы ежегодно демонстрируют в молодежном центре. Этот конкурс у нас проходит уже в седьмой раз, и мы считаем, что этот конкурс очень значим, потому что показать роль отца в семье, то есть глава семьи – это очень важно, действительно. И показать папам, как здорово быть папой. Вместе с папами на сцену выходили и их первые помощники – дети. Участника Дмитрия Мордвинкова пришли поддержать его дочь Маша и сын Алексей. Ребята рассказали зрителям о пяти лучших качествах своего отца. И рисует, и поет, если надо, гвоздь забьет. И на сцене он играет, и стихи он сочиняет. Первого места Дмитрий Мордвинков не занял, но, как признался сам мужчина, на конкурс он пришел вовсе не за победой. Вне зависимости от результатов, для детей их папы – настоящие герои. И совместное творчество – лишний повод еще раз в этом убедиться. Главное не победка, как говорится, а главное – участие. И дети, чтобы поучаствовали, посмотрели, потому что участие в таких конкурсах развивает детей, сближает между собой и помогает в дальнейшей жизни. В этом году за звание лучшего папы боролось пять конкурсантов. Оценивало участников компетентное жюри по нескольким номинациям – артистизм, творчество и подаче материала. По итогам конкурса улетным папой 2019 признали сотрудника молодежного центра Дмитрия Ульяхина. Чаще всего кукольные спектакли заканчиваются для взрослых людей, когда вырастают их дети. Считается, что показать с помощью кукол произведения великих классиков нельзя. Однако это не так. В этом сезоне театр кукол Кстова выпустил постановку для тех, кто постарше. Спектакль о любви «Вот именно» объединяет два произведения Антона Павловича Чехова – «Медведь» и «Предложение». Там нет каких-то суперспецэффектов. Там все построено именно на театральном мастерстве, мастерстве кукловождения, актерском мастерстве. И действии непосредственном, без всякой лишней приправы. Этот спектакль не только о любви. С помощью кукольных персонажей актеры рассказывают историю взаимоотношений между людьми, о том, как преодолевать споры и обиды, прощать и надеяться на лучшее. Любовь изменчива, и человек порой не выбирает судьбу, которая ему приносит любовь на том или ином этапе его жизненного пути. И человек должен эту любовь принять и быть готовым к ней. Сыграть спектакли по произведениям великих классиков – мечта практически каждого актера, даже того, кто всю жизнь работал с куклами. Взрослому человеку хочется говорить о взрослых проблемах. Искусство, оно все-таки должно оставаться искусством. Нельзя только детский вкус ублажать. Антон Павлович Чехов виртуозно подмечал нелепые и курьезные в самых обыденных ситуациях, предметах и характерах. С помощью кукол актерам Кстовского театра удалось воплотить анекдотичный мир героев великого писателя. Тема вечера в библиотеке «Театральные пазлы» выбрана не случайно. Этот год в России объявлен годом театра. Кроме того, юбилей празднует и Саровский драматический театр. Мы решили объединить эти темы, взять их и ребят познакомить поближе с миром театра вообще и с нашим конкретно Саровским драматическим театром. Детские библиотекари готовят разнообразные площадки для гостей всех возрастов. Будет работать бутафорский цех «Арт-Венегрет», посетителям которого предложат своими руками сделать детали театрального реквизита. Площадка «Парад Маскарад» расскажет о карнавалах во всем мире. Будет работать театральный кукольный балаган. Ребята тоже будут, конечно, ставить экспромт-спектакли. Площадка «Ожившая книжка», где в ходе чтения будет рождаться какая-то история, которую будут воспроизводить сами ребята. Организовать праздник для гостей библиотекарям помогали социальные партнеры из детского сада номер 5, Саровского драматического театра, детской школы искусств, детской школы искусств номер 2 и не только. Нам помогать придут очень красивые действия, представят клуб исторической реконструкции, молодежный центр представляет, помогает студия танца в Задоринке. Площадку по душе найдут как самые маленькие гости вечера, так и ребята постарше и даже взрослые. Пройдя отдельные площадки, ребята смогут собрать театральные пазлы, получить приз. Библиосумерки в Центральной детской библиотеке имени Пушкина пройдут 20 апреля с 15 до 19 часов, без возрастных ограничений. Перед выходом на сцену на отчетном концерте отделения народных инструментов Илья Заузолков и Илья Лукин чувствуют себя уверенно. Все волнения от участия в областных конкурсах остались позади, и теперь они на родной сцене исполняют пьесы, которые принесли им победу в фестивалях. Нина Фасонова считает, что участие в различных конкурсах помогает ее подопечному достигать новых высот. Поэтому здесь есть своя цель. Ребенок должен понимать, насколько он вырос, насколько он поднялся, какую планку. Каждый конкурс дает им какой-то толчок. В марте на музыкальном фестивале в Нижнем Новгороде Илья Заузолков и Илья Лукин стали лауреатами второй степени. А спустя месяц в ВИКСе на конкурсе «Музыкальные узоры-2019» оба воспитанника детской школы искусств также завоевали звание лауреатов. Подводя итоги своих побед, Илья Заузолков признался, что из двух исполненных пьес ему больше нравится народная композиция. В романсе надо больше исполнитель, то есть чувство, а в «Как подгоркой» там нужна техника. Нелегкий путь к победе прошел Илья Лукин. С технически сложной композицией «Заиграемая волынка» он участвовал в нескольких конкурсах и фестивалях. Раз за разом он улучшал мастерство и, наконец, довел исполнение музыкального произведения до совершенства. Потому что я играю уже второй год. На тот момент, когда мне ее выбирали, она мне показалась сложной, но я с ней справился. Оба мальчика играют на баянах уже пять лет. Пока юные артисты не уверены, что в будущем выберут профессию музыканта. Но точно знают, что любовь к музыке они пронесут через всю жизнь. На выставке «Петелька за петелькой» представлено более ста работ. Здесь можно увидеть маленьких зайчиков, пушистых собачек, веселых снеговиков, поросят и интерьерные вязаные украшения. Все это создали рукодельницы семейного клуба «Свяжем с каскусами». Каждую субботу в течение уже трех лет увлеченные рукодельницы, увлеченные вязанием собираются у нас и творят, творят, творят петелька за петелькой. И сейчас в зале представлены их работы, которые были сделаны в течение этого года. Это уже вторая выставка рукодельниц. И в этом году работы клуба стали намного интереснее, аккуратнее и образнее. Считаю, что выставка получилась очень легкая, весенняя, праздничная. Интересна и детям, и взрослым. Работы очень яркие, красивые. И кого-то, может быть, натолкнут на занятия творчеством. Наталья Гуторина начала вязать крючком три года назад. Спустя несколько лет рукодельница представила свои работы на суд зрителя. В коллекции Натальи огромное количество мягких игрушек, бус и оберегов. Но больше всего она гордится вязаным украшением мандалой – картой вселенной. Это и ковер, на который можно с друзьями на полу сесть. И можно постелить на обычную кровать. Ну, может, даже это как и предмет антирелаксации. И вязать его было очень интересно и просто. Просто из-за того, что было. Ничего специально не покупалось. Какие-то были кусочки, комочки. И то, что получилось, это, наверное, специально и не получится. Выставка «Петелька за петелькой» продлится до конца мая. Посмотреть экспозицию можно в Музее народной игрушки. Всего семь недель назад многие из конкурсантов сделали свои первые шаги в хореографии. Наша коллега, журналист канала «16» Дарья Цапарыгина, узнав о проекте, буквально загорелась желанием принять в нем участие. О сложностях постановки танцев и подборе костюмов редакции узнавали из первых уст. В финале она признала, что танцевальный марафон дался ей и ее партнеру Максиму Глотову нелегко. Здесь очень важный момент преодоления себя. Взять себя и сказать, а смогу ли я? И дойти до конца. Потому что желания бросить все было очень много. Романтичный вальс, задорная кадриль, чувственные бачата и энергичный джайв. Разные по темпераменту танцы требовали от участников полной отдачи во время репетиции. За правильностью выполнения танцевальных элементов следили опытные наставники. Было очень приятно общаться с хореографами, потому что девочки на самом деле очень классные, и каждый очень болеет своим делом. Композиции, представленные конкурсантами в финале творческого марафона, совершенно разные по стилю и темпераменту. Чтобы каждый танец стал особенным, участники вложили в них все свои силы и вдохновения. Мнение по поводу того, какой номер удался больше остальных, у Дарьи и Максима разделились. Ну вообще вальс. Да, потому что когда я вот именно надела на себя все, мой партнер и мы встали, и я поняла, что мы крутые. По мне больше всего зашел, конечно, джайв. Мы просто сделали танец, наложили на нашу жизнь, скажем так. Проект стартовал еще в марте. На организационное собрание пришли 100 желающих вступить в борьбу за главный приз. До финала дошли 20 танцевальных пар. Автор проекта Екатерина Сусоева считает, что первый блин не был комом, и танцевальный марафон можно считать состоявшимся. Итоги самые положительные, итоги вдохновляющие, итоги жизнерадостные, жизнеутверждающие. Я наполнена какими-то невероятными эмоциями, все искрит. Мы сегодня поставили очень хорошую точку, даже я бы сказала восклицательный знак в нашем марафоне. Зал тепло встречал конкурсантов, да и сами участники с энтузиазмом прошли все этапы обучения и подготовки к гала-концерту. Поэтому вопрос о следующем наборе в проект напрашивается сам собой. Наверное, сначала надо немножечко отойти от первого, надо подумать, что получилось, что не получилось, проанализировать. Потому что на следующий год, если делать проект, это надо искать что-то новое, какое-то новое слово в формате. В старании конкурсантов жюри отметили в нескольких номинациях. Кроме умения двигаться на танцполе, они оценивали костюмы участников. Родственники, друзья и коллеги, которые пришли поддержать танцоров, также принимали активное участие в голосовании и выбрали пару достойных приза зрительских симпатий. Главный приз в поездку в Казаи судейская коллегия отдала Елене Ковалевой и Илье Гаину. Елена Гриско, Владимир Лисик, служба новостей, САРО-24. По мнению Егора Кудашова, залог успеха футбольной команды «Дюшикар-2006» на зимнем турнире в Кстове, это не только умение слушать тренера в период подготовки к соревнованиям. Как утверждает спортсмен, главное на поле показать себя командой. Это командная игра, потому что если у одного не получается, поможет второй. А индивидуально это играет только один игрок, и там многое не получится. Результатами на турнире в Кстове Егор доволен. Его команда не потерпела ни одного поражения и абсолютно заслуженно забрала себе золотые медали. Несмотря на то, что Егор занимает позицию нападающего и реализует немало острых моментов на поле, центральным игроком команды он себя не считает. По моему мнению, это и вратарь, и нападающий. Так как вратарь это полкоманды, а нападающий должен реализовывать свои моменты. Своими подопечными, тренер команды Алексей Серебров гордится. Под его началом ребята стали лучшими среди 20 команд. В финале турнира они смогли нанести два поражения соперникам и две игры свести в ничью. Все это дало возможность по очкам оказаться на первом месте. Первая задача стала подготовиться к летнему сезону, но все-таки вторая задача еще если окунуться в историю, два года назад по этому же возрасту мы там тоже стали чемпионами. И поэтому любое другое место для нас было как шаг назад. Еще одним показателем успеха нашей команды стало приглашение трех игроков на сборы на базу изумрудной для подготовки к очень престижному турниру «Эмерал Кап», который пройдет там же с 17 по 21 апреля. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Болельщики, не жалея сил, поддерживают свои команды, хоккеисты рвутся вперед и стремятся закинуть заветную шайбу в ворота соперника. За главный трофей турнира «Кубок ВНИЕФ» борются команды, представляющие различные подразделения ядерного центра. Мы возрождаем хоккейные традиции, которые были присущи нашему предприятию и нашему городу. Увеличиваем количество занимающихся хоккеем и, так скажем, популяризируем этот вид спорта. В этом году за «Кубок ВНИЕФ» боролись шесть команд. Их разделили на две группы. После первого этапа соревнований определились претенденты на призовые места. В стыковых матчах за пятое место встретились команды, которые заняли третье место в своих подгруппах. В финале турнира на лед вышли команды «Старт» и «Импульс». Люди играют в разных группах здесь. Ребята есть, которые выступают за «Саров Инвест». Ребята, которые ездили половину команды на «Атамиаду», заняли там третье место. Игровой опыт и настроен на победу позволили хоккеистам из команды «Импульс» завладеть инициативой с первых минут финального матча. Спортсмены старта старались дать достойный отпор сопернику и использовали любую возможность для атаки ворот. По итогам финальной игры обладателем «Кубка» стала команда «Импульс». Я очень благодарен ребятам за самоотдачу. Здесь собрались все самые лучшие ребята, которые могут поддержать нашу команду. На церемонии награждения хоккеистам вручили медали и кубок. Лучших игроков турнира отметили дипломами. Сегодня желающих приобщиться к хоккею среди работников ядерного центра становится все больше. Для тех, кто хочет с нуля освоить этот вид спорта, существует своя любительская команда. Дарья Цапоригина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Спортивный азарт и серьезная конкуренция между непримиримыми соперниками существует уже не первый год. И каждый раз сохраняется интрига. Кто же победит в этот раз? С начала матча саровчане набирали обороты и ввели в счете. Но во втором периоде «Атом» допустил несколько тактических ошибок в защите. Результативные атаки мотора и точные броски со штрафной линии позволили команде догнать соперника. Тяжелая игра была, тяжело сложилось первые три четверти. Равная игра с обоюдными ошибками. К третьему периоду игроки «Атома» собрались и благодаря быстрым контратакам и грамотной обороне снова получили преимущество. Четвертый период начали с разницы в четыре очка. Несмотря на серьезного соперника «Атому» все же удалось вырвать победу. Игра захватывающая, сложный соперник, постоянный наш многолетний, так скажем, да, спален партнер, с которым мы постоянно бьемся. И игры получаются очень напряженные, интересные. Со счетом 88-81 наша команда в шестой раз стала чемпионом Нижегородской области. Саровчанам вручили медали и чемпионский кубок. Лучшим игроком чемпионата стал Антон Тришин. Сегодня спасибо болельщикам, поддержали нас полную трибуну, это очень приятно. Ну и последняя игра дома, выигрывать ее и завершать тем самым чемпионат области. Выиграв его, конечно, приятно вдвойне. Сезон завершен, но отдыхать «Атому» некогда. Теперь команда будет активно готовиться к чемпионату России, который пройдет в середине июня в Оренбурге.